Кольки иснуе закону Ньютона, якая самая высокая кропка земли, что такое ДНК и кали была подписана Крымская уния. Почасу, что был у школы, мы спробуем запомнить, напевно, тысячи, лишь бы уйназов, які потом и не памятаем. Хоть ничего страшного, зараз при жадании усе необходимое дадзинное можно за некольки секунд знаться у интернете. Гэта бы дайгалунная заувага у адрес средней школы. Капатрымась добрыя знаку, учени повинны запамянать максимум информации по всех дисциплинах. Олег, а ли еще некакие 10 годи в тому такую систему навучания можно было хоть нехер сломашить. У эпоху интернета она становится все меньше актуальной. Вучени, а потом и студенты часто просто не сдольны систематизовать отриманную информацию. Главная проблема, наверное, научить их, как мыслить творчески, не шаблонно, да, и как уметь оперировать информацией. То есть не просто запоминать, а именно выбирать нужную информацию. То есть сейчас, когда студенты даже к экзамену готовятся, они часто набирают кучу материала. Ты пытаешься их спросить на экзамене, но расскажите главное все-таки из того, что вы набрали. Тут возникает проблема. Как отсеять второстепенно и выбрать главное? До отдельной думки наведывания наукового кафе не приходить, а ли некоторые кропки взаиморазумения все-таки знаходить. Цвет изменяется, тому изменяются и потребования до адвокационной системы. Вучить у першую чергу необходимо тому, что не может дать компьютер, сирот огученных приоритетов, безпека, например, оказание первой медицинской допомоги и идеи не подчас надзвычайных ситуаций, а так само коммуникационные навыки, у тымняку мягчимость вести дискуссию и працевать у коллективе, здоровый лад життя и издольность быть самостоинным в быту, ввес умение выделять головные и обороняться от информационных перегрузок. По каким рахунку сегодня можно вызначить объем ведов, каким учни и студенты повинны володить обовязково. У дыбуш значная проблема научить логицы и самостоинности. Наведывальники наукового кафе кажуть, что 98% в этом процессе залежит от наставника, але далеко не у всех готовы применять новые технологии научания. Кандидат педагогичных наук, наставник початковых классов, вышедший в квалификационной категории, лаурат премии специального фонда президента по потенциям адорной молоди Светлана Гин кажа об вакористане так званых 300 технологий. Для средней школы это поколе эксперимент, але он может стать реальностью. Мы должны ребенку дать определенный набор знаний, а методика это каким образом мы будем это давать. Так вот можно дать знания в готовом виде, и ребенок их воспринимает в режиме магнитофона, запомнил, повторил и, простите, забыл. А можно эти знания давать ему в виде задач, и он самостоятельно их добывает и, соответственно, развивается. Хотя сами знания остаются теми же самыми. То есть программу мы не ломали, не изменяли. Изменили подходы. Олег Синчуров, Михаил Робков, Телерадо компания «Гомель».